Приветствую вас! Вы знаете, чтобы лучше понять вашу проблему, нужно сначала разобраться с тем, насколько взаимосвязаны и насколько обусловлены те кризисы, о которых мы говорим. То есть я имею в виду, что если человек, в данном случае ваша жена, уходила от вас в три раза и каждый раз вы ее добивались, то это как бы говорит о наличии у вас определенных проблем. И эти проблемы, что нужно особо подчеркнуть, каждый раз оставались, несмотря на то, что вы сходились, несмотря на то, что вы были вместе, несмотря на то, что вы не сзорились по пустыкам и так далее. Эти проблемы, поскольку вы обращаетесь к этим вопросом к нам, нужно в первую очередь проработать с вами. То есть если ваша жена уходила три раза, ну чем-то ведь она свое решение обосновывала, она же вам говорила что-то, вот почему она уходит от вас, что ей не нравится, что ей не устраивает и так далее. И для начала, для начала, вам в любом случае нужно... Вот хотел сказать научиться слушать свою супругу, но это было бы неправильно. Сейчас вам нужно понять, что заставляло ее уходить от вас три раза. Поговорите, кризис один, три и пяти лет. Но что это за кризис? Чем она будет словно? Каждый кризис имеет свою причину в данном случае, или одну причину, но не разрешенную, не осознаваемую, может быть, вами и есть, и непроговариваемую. Это первый момент. То, что вы ее добивались, да, вы молодец. Но добиваясь ее, вы показывали, что, по большому счету, причины, которые заставляли ее уйти от вас, не были столь важны. И причины, которые заставляли ее уйти от вас, не были достаточно, ну, достаточно актуальными. И вы показывали ей, что есть вещи важные. В этом плане вы молодец. Но, совершенно не факт, что именно этот момент, момент, когда вы показывали ей, что причины, по которым она уходила, не важны или не столь важны. Причина не факт, что она перестала беспокоиться по поводу того, что заставляла ее каждый раз уходить. Далее у нее были измены. У нее были измены. Вам и, когда вы узнали об этом, вы хотели разорвать отношения. Но она смело вас вернула. Чем были продиктованы измены? Вы говорите, что не возвращались к этой теме больше. Вы говорите, что, значит, вы эту тему вроде как забыли, но что-то заставило вашу жену вам изменять. И, судя по всему, изменять неоднократно. И это что-то тоже нужно с вами разобрать. Как бы больно это ни было. Необходимо понять, чего хочет всем нуждается ваша жену. Далее. Несмотря на это, все мне очень хорошо с ней. Безусловно, вам с ней хорошо, иначе бы вы ее не добивались. Я вспоминаю о прошлом только сейчас, с момента вставания. Ну, так обычно и бывает, когда человека теряешь, начинаешь его ценить. Но заметьте, вы вспоминаете то, что вам было хорошо. Вы не говорите о том, каково было ей. Вы говорите, вы не знаете, как ей. Интересное, интересное уточнение. А почему вы не знаете, как ей? Она не делилась с вами своими переживаниями. Она не делилась с вами своими ощущениями. Она не рассказывала вам, как она себя чувствует. Она не рассказывала вам о своем настроении. Если нет, то почему? Ну, почему вы не знаете, как было ей все это время с вами. Далее. Значит, мы никогда поднимались по пустякам. Это хорошо. Полгода назад мы начали заниматься совместным бизнесом. И начали постоянное соно. Вы знаете, вот здесь кроется ловушка. Ловушка, в которую попадает достаточно большое количество людей. Не надо за это себя винить. Но понимаем, что сейчас уже ситуация завершилась с этим. Но вот какой момент. Вы с своей женой чувствовали, что хорошо ладите. Вестили наш бизнес. Бизнес был очень хорошо. Вот. Но начали соно. И вам по-хорошему, как только начали ссоры, тут же нужно было бизнес свой прекратить. Просто потому, что вы видите, что как бизнес-постеры, вы с своей женой общаться не можете. Здесь не ваша вина. И не вина вашей жены. Здесь просто такая вот ситуация. Ситуация, при которой вы не способны поддерживать такие отношения. Но вы начали на нее давить. Вопрос заключается в том, зачем вы начали на нее давить? Для чего вы начали на нее давить? Почему вы начали на нее давить? Об этом вы ничего не пишите. А шаг. Это очень важный момент. Далее. Недавно мы переехали в другую страну. На ПМЗ начались трудности. Пишите в копочках. Где трудности? В стране предыдущего проживания? Или в стране нового проживания? Не очень понятно. Но вы продолжали строить бизнес уже в этой стране. В этой стране. Что привело к еще большей давке на нее. И сорок на Sony бизнеса. Совершенно непонятно, опять же, что заставляло вас, как бы, продолжать ведение бизнеса. Если вы видите, что вы все ссорите. Такая у вас была мотивация вести бизнес на фоне ссор. Сейчас, в один момент, значит, ее переклинило, переклинило. А вы не подумали о том, что она просто устала от взор и устала от того, что вы, по сути дела, игнорируете ее недовольство. Вы, по сути дела, игнорируете ее какие-то желания. Вы, по сути дела, давите на нее, то есть подавляете ее. Вы не думали о том, что ее не переклинило. Она просто поняла, что, ну, вы не понимаете ее. У нее хватает интеллектуальных способностей для того, чтобы не обвинять вас. У нее хватает интеллектуальных способностей для того, чтобы стараться остаться с вами друзьями. У нее хватает на это интеллектуальных способностей. Но она понимает, что вы ее просто-напросто не слышите. И когда вы говорите, что ее перетелили, это звучит так, что вы не воспринимаетесь серьезно, прошу прощения заранее, если я ошибаюсь, но вы не воспринимаетесь серьезно ее состояние сейчас, не придается ему значения. Далее вы пишите, что она вам сказала, что любит как друга, не любит как мужчину, никогда не любила, что ей было комфортно со мной, вся жизнь она пыталась меня полюбить. Вы спрашиваете, а чремели это слова, там дальше что ниже, и я вам могу ответить, что действительно такое случилось, что она на данный момент действительно верит в то, что говорит. То есть ей сейчас кажется, что вот так, как она говорит, есть на самом деле. Для нее это реальность, и с этой реальности вам нужно смириться, по крайней мере пока. Сказал, кто хочет снять квартиру и приехать туда с детьми и начать новую жизнь. Это сделать пока нет возможности. Значит, получается, что она хочет приехать, она хочет жить отдельно от вас, но пока этого не может сделать. Вам нужно использовать это время для того, чтобы показать ей, что на первом месте у вас все же она. Она не бизнес, не свои какие-то желания, стремления и цели, а именно она. Если вы этого не сделаете, то она действительно уедет. Ибо предпосылки к этому уже были. Далее. Значит, она остается лучшими друзьями. Ну, это, по-моему, фикция. То есть очень мало людей могут остаться друзьями после расставания. Я вижу несколько сложных ситуаций, влияющих на наше семейное благополучие. Жить в новой стране. А зачем вы приехали в новую страну? Было ли это совместное решение? Отдавали ли вы себе отчет в трудностях при переезде? Говорили ли вы об этом с женой? Если ее отношение к этому не изменилось, насколько вы к нему прислушивались, к ее отношению. Совместный бизнес, про него я вам уже говорил. Плюс вы временно стали жить с родителями, с вашими родителями. Ну, здесь тоже много нюансов. Например, почему вы вдвоем не могли хотя бы снимать квартиру, значит, для того, чтобы как-то, ну, ведь один. Или если вы переехали к своим родителям, то было ли предварительно это обговорено с вашей супругой? И как она к этому относилась? Знали ли вы, как она к этому относилась? И старались вы как-то смягчить данное обстоятельство, ну, например, сроками, например, разговорами с родителями, да, чтобы попытаться как-то вот сделать ее пребывание в чужом для нее доме наиболее приятным? Эти вопросы, на которые вам нужны на эти ответы, в первую очередь для себя самого. Даже не столько для меня, сколько для себя самого. Единственное, что в этом возможно изменить, это закрыть бизнес. Нет, еще можно, вообще-то говоря, уехать из страны, в ту страну, где вы жили раньше, и жить там, если вашей жене здесь некомфортно. Ну, я имею ввиду, в новую страну, в другую страну. Вот. Бизнес закрыть, ну, опять же, непонятно, когда вы закрыли бизнес, то есть, если вы закрыли его уже после того, как, например, она с вами захотела расстаться. То есть, по сути, уже не имеет значения, то есть, это уже поздно вы сделали. Ага. Вам не видно ли кровать нужно. Вам нужно своей жене показывать, что, вообще-то говоря, она вас волнует. У меня отказывается ощущение, что вы этого не делаете. Как мне к этому относиться, значит, пишете вы? Вам к этому относиться нужно, как к основной цели на сегодняшний день вашей супруги. И кому-то она верит в то, что говорит. Единственное, так, вы пишете, значит, как к факту, или это очередной кризис. Для нее этот кризис, но этот кризис может перерасти в факт, если вы не измените своего к ней отношения. Значит, если это просто слова, основанные на эмоциях в данный момент, я очень хочу, чтобы у нас была крепкая семья и все для этого готов сделать. Скажите, пожалуйста, что вы вкладываете в выращение «хочу крепкую семью»? Вот крепкая семья для вас? То есть вы хотите семью? Или вы хотите именно с этой женщиной быть семьей? Это разные вещи. Если первое, то вы будете под свой образ семьи подгонять ее, что, по сути, является деструктивным поведением в данном случае. Если вы хотите быть семьей с ней, то вы будете прислушиваться к ней относительно того, как она видит семью, и стараться вот эту семью, которую она видит, с ней создать. А это совершенно другое. И если вам нужна семья для себя, то если вы говорите, что я хочу семью, если мы с вами решаем, что вы хотите семью именно для себя, тогда возникает вопрос, для чего вам семья? Зачем она вам? Зачем, например, сохранять семью, ну, допустим, ради детей, да, и так далее? Зачем сохранять семью, если ваша жена в ней не счастлива? Поэтому определитесь, пожалуйста, с тем, что вы хотите от семьи для себя в первую очередь. То есть, какое значение она для вас имеет семья, я имею в виду. И вот тогда вам будет более понятно, куда вам стремиться, как стремиться и что делать. Надеюсь, вам ответ мой окажется полезным. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей жизни.